Если вы творческая личность и любите делать красивые вещи своими руками, то вы вовремя переключились на наш канал ПС. В эфире программа Рукоделкины и я очень рада нашей очередной встрече. Совсем скоро светлый праздник Пасхи. Этот мастер-класс я решила посвятить именно ему. И подобрала для вас несколько простых и интересных идей, как украсить дом пасхальными сувенирами. Сокреативными идеями и материалами для рукоделия по доброй традиции я поспешила в магазин Дом книги, что на площади Ленина 3. Там расположился отдел рукоделия Мастерица, который пользуется огромной популярностью среди талантливых покупателей. Сотрудники отдела постоянно работают над тем, чтобы удивлять северян новыми творческими идеями. Первыми предлагают последние тренды для поклонников хендмейда и удивляют наличием самых редких и дефицитных товаров. Прежде чем приступить к мастер-классу, я решила рассказать вам несколько интересных фактов о традициях праздника Пасхи. Крашенные яйца – особый символ Пасхи. Существует красивая легенда о том, как появилась традиция красить яйца на Пасху. Святая Мария Магдалена пришла во дворец к римскому императору Тиберию, надеясь пробудить у него интерес к христианству, и протянула ему яйцо со словами «Христос воскрес!». Император удивленно спросил, как возможно воскресение человека? В это также невозможно поверить, как в то, что белое яйцо станет красным. Издавна принято, что первой едой после почти семи недель Великого Поста должно стать освященное в церкви крашеное яйцо. Традиции украшения яиц на Пасху дошли и до наших дней. Каждая семья готовится к празднику по-своему, пытаясь украсить свой дом и приготовить вкусные угощения. Фантазии современных мастеров безграничны. Пасхальный сувенир можно сделать в технике декупаж, которая сейчас набирает все большую популярность. Можно украсить яйцо красивыми лентами, которые будут сочетаться между собой. Также можно использовать тесьму или кружево. Получается очень нежно и красиво. Аппликации не требуют особых усилий и умений, а делать их можно из чего угодно. Ткань, бисер, фольга, цветная бумага, пайетки, нити мулине, даже макароны и крупы. Не бойтесь экспериментов и ваше яйцо станет необыкновенным. Для работы нам понадобится заготовка из пенопласта в форме яйца, клей ПВА, нити мулине, пайетки разных цветов для украшения, гвоздики для их закрепления, деревянная подставка и акварельные краски. Перед тем, как наматывать мулине на нашу основу, нужно нанести на нее клей, чем я и займусь. Чтобы наше яйцо было ярким и необычным, я хочу поменять цвет. Далее будет фиолетовый цвет. Теперь украшаем верх и низ нашего яйца пайетками. Мы подобрались к следующему этапу нашей работы. Будем раскрашивать деревянную подставку. Признаться честно, я так увлеклась процессом, что даже не заметила, насколько быстро прошло время. И у меня уже почти все готово. Я обязательно продемонстрирую вам, какие необычные, яркие и красивые сувениры у меня получились. Но прежде напомню, что спонсором нашего мастер-класса является отдел товаров для творчества «Мастерица», который находится в Доме книги по адресу площадь Ленина 3. «Мастерица» – это рай для рукодельниц, ведь здесь можно найти абсолютно все – от красок до декоративных пуговиц, наборы для вышивания, скраббукинга, квиллинга, декупажа, рисования и многое другое. И еще одна приятная новость от Дома книги. С 19 по 23 апреля в честь Всемирного дня книги и авторского права скидка на все 40%. Так что приходите за покупками и выбирайте то, что вам по душе. Дорогие друзья, настал самый долгожданный момент. Вот какие симпатичные сувениры у меня получились. Кроме способов, которые показала я, пасхальные яйца можно украшать фломастерами, маркерами и восковыми мелками. Ведь, как вы успели заметить, фантазия и клей творят чудеса. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам всего самого светлого. Надеюсь, что идеи нашей творческой команды порадуют ваших близких. Вы смотрели программу Рукоделкины, а мастер-класс для вас провела Анна Кравцова. Не пропускайте наши новые передачи. Воображайте и фантазируйте, творите и экспериментируйте. Рукоделкины, творите и фантазируйте. Продолжение следует...